Всем привет! Это Gameplan выпуск 61 и сегодня мы расскажем о спортивных играх, а также и про игры про зомби. Первая игра это спортивная мега рамп называется. Наверное многие смотрели X Games, что увлекается экстремальными видами спорта. Это якобы-то экстремальные олимпийские игры. Давайте посмотрим, что можно делать в этой игре. Можно выбрать трофей, посмотреть что мы заработали, а также выбрать либо кататься на скейтборде, либо на BMX. Вот я знаю, что у нас поклонники BMX смотрят. Давайте покатаемся на BMX. Нажмем play и запустим какую-нибудь миссию. Первую, потому что мы больше не прошли, потому что управление здесь очень сложное. Мы как разобрались, сразу решили снять обзор этой игры. Потому что полчаса я реально, честно говоря, разбирался в этом управлении. Оно сложное, я постоянно разбивался. Ну может быть я такой, конечно, тупой, но все же, смотрите, давайте посмотрим, что мы можем делать. Вот 3D, красиво все реализовано. Вот мы на байке, этом BMX. И давайте, можно выбрать, кстати, место, откуда мы начнем катиться вниз, на вот этой мега рампе. Вот, либо можно повыше, чтобы быстрее катиться, либо пониже, чтобы поаккуратнее. А чтобы начать катиться, мы должны двумя пальцами с двух сторон нажать на экран, тогда он покатится. И потом появится вот полоска справа, видите, нужно попасть в промежуток. Вот, мы попали туда. Теперь свайпом вверх мы подпрыгиваем. Видите, мы летим. Теперь, кликая по экрану, мы приседаем, а теперь мы прыгаем. И вот видите, какой мы... нет, мы трюк никакой не сделали, но, собственно, мы зато не разбились. Пролетели, и очень высоко все получилось. Видите, побега, эпик. Ну, красивая адреналинная игра, понравится любителям экстремальных видов спорта. А вторая спортивная игра на сегодня NBA King 2. 2, блин, 2. Вот мы запустим ее и посмотрим, что мы должны делать. Мы, собственно, в этой игре мы должны бросать в корзину. Мы вот выбрали одиночную игру, также можно выбрать режим мультиплеера. Очень даже большой плюс к этой игре, мне кажется. Давайте вот выберем миссию какую-нибудь, допустим вот эту, и запустим ее. Что мне понравилось? Помимо того, чтобы бросать в кольцо, мы должны бросать в окружающих людей. И также управление осуществляется за счет акселерометра. Вот вы видите, мы двигаем, инверсия происходит. Давайте попробуем кинуть. Свайпом вверх, мы бросаем в кольцо. О, да, мы попали. Но что самое интересное, мы должны еще попадать вот в этих человечек, который внизу к нам катится, к нам. Давайте попробуем в него попасть все-таки. Блин. И что ж ты будешь делать? Ребята, я должен показать, что должны... Ой, какие же вы балерины, ты уворачивающиеся. Ха-а-а, я не получил, у меня ничего, блин. Давайте еще раз попробуем. Shoot again. Запускаем. Опять этот секундомер нервный. Можно, кстати, стрелять вон в тех человечек, которые сидят на скамейке. Давайте попробуем до него добросить. Да, блин. Да что ж не день сегодня мой такой. Да, мы попали. Видите, пять очков нам принесло это. И вот, другого попали. Поперло. Все, теперь давайте еще в кольцо бросим. Блин, кольцо-то попасть можно. Еще выше надо. Куда же выше-то? А, ну вот, мы, собственно, прошли миссию. К счастью, нужно было попасть в людей, а не в кольцо. Кому понравилась идея этой игры, скачайте и насладитесь ею. Третья игра про зомби. Называется Zombie Figuway. Запустим, это раннер, в котором мы должны кататься на машинке и отбиваться от зомби, которые прыгают на нашу машину и пытаются ее сломать. Очень даже интересно можно отбиваться от этих зомби. Вот мы, видите, катимся на машине этой. Не знаю, какая там, не знаю, какой-то джип красивый. Что мы можем делать? Мы можем отстреливаться от зомби, вот таким образом их убивать. Но мне больше понравилась вот эта идея, которая, если сбоку мы будем подъезжать к вот этим перевернутым машинам, у нас получится их просто снести нафиг. Очень интересная идея. Вот мы, кстати, можем взорваться, так что можем и... У нас может не получиться доехать до конца. Ну, в принципе, до конца никогда не доедем. Тут главная цель проехать как можно дальше. Но идея интересная. Я просто с ума схожу от этой игры. Вот, не знаю, уже полчаса в нее играл. Мне кажется, еще... Ну, полчаса затрачу это время, потому что у меня еще другие игры есть, которые вам показать надо на обзоре. В общем, кому она понравилась, скачайте, поиграйте. Она полная на адреналину. Давайте попробуем показать, что будет, если вот эти зомби-зомбилюшечки перевернут нашу машину. Блин, я их сбил нечаянно. Вот все время, когда не хочешь зомби сбивать, они умирают. Когда хочешь их сбить, нифига не получается. Они липнут, как, не знаю, комары на сладкое. А вот, вы видите, сейчас они пытаются нашу машину перевернуть. Ну, давайте, ну, переверните. Было бы воля, я бы сам вам помог. Ребята, ну, давайте, ну, покажите телезрителям, что эта машина может перевернуться. Дергай сильнее. Эй, ухнем. Ну, вот, почти. И, еще раз, давай. Мужик, ну, ты же можешь это сделать. Да, вот мы перевернулись. Игра называется «Зомби Хигвейт». Скачайте, насладитесь, она очень классная. И последняя игра на сегодня «Дэд Триггер». Запускаем. Мы показываем обзор на эту игру. Ей уже как месяц вроде исполнился. Потому что нас просто умоляли показать обзор на эту игру. Вот меня никогда так никто в жизни не просил. Вот давайте тогда посмотрим на нее. Хорошая она или нет, сейчас вместе увидим. Запускал я ее только один раз. Давайте, вот, выберем миссию. Помимо этой миссии... Ты че ржешь-то? Вот. У нас есть магазин. Можно апгрейдить своего персонажа. Вот после магазина выбирать ему вид оружия. Различные аксессуары. Там, не знаю, Нивея, Арифлейм. Также у нас есть режим арены, где там очень много монстров на нас бегут на стадионе. Мне понравилось. Также мы можем сыграть в казино. Попробовать, не знаю, выиграть что-нибудь. Но казино в России запрещено, поэтому я не буду делать обзор на вот это казино. Давайте попробуем пройти миссию. Вот мы прошли, собственно, два дня. Вот третья миссия. Нажимаем согласиться на все условия и запускаем сам процесс игры. Посмотрим на графику, управление. Мне кажется, ну, блин, ну... По картинке она красивая, хорошо реализована. Правда, и весит она 300 мегабайт, вроде бы, как я помню. Что мы можем делать? Снизу слева у нас есть джойстик, где мы можем вправо-влево бегать, вниз, назад, вперед. Также у нас есть перезарядка, прицелиться, ну и, естественно, стрельба. О, вот здесь зомби идёт. Давайте посмотрим, получится ли нам его убить. Да, мы его убили. Ну, честно, честно, я скажу, ладно, я играл на неё минут 20, чтобы вам показать и рассказать о ней. Мне она понравилась, когда она не понравилась, я не включил её в обзор. Очень даже хорошее месиво. И по требованиям системы не такие же, они большие. И по количеству памяти, занимаемой в вашем телефоне. Тоже не так уж и много она занимает. Вот можно стрельнуть в бочку, она взорвётся. Цель этой миссии, я даже не знаю, до этого была миссия, нужно было стоять за какой-то баррикадой и отбиваться от этих самых зомби. Там надо было в течение одной минуты продержаться. Первая миссия была вообще, там просто пройдёшь, тебе объясняли управление, обучали тебя. В общем, игра офигенная, скачайте, она нам даже понравится. Спасибо, что смотрели наш сегодняшний обзор Gameplan, 61 выпуск уже. Мы быстро их штампуем, к счастью, пока время есть. Кому понравился обзор, ставьте палец вверх, подписывайтесь на наш канал, если хотите смотреть первыми и следить за тем, когда у нас уходит обзор. Что-то я заговорился уже. Просто мне понравилась эта игра, я вот в неё играю. Спасибо тебе, человек, который посоветовал нам эту игру. Всем спасибо, всем пока. Нормально?